Губернатор Кузбасса Тулеев, ушедший в отставку в минувшее воскресенье после громкого скандала в оверенном ему регионе, покинул свой пост отнюдь не с голым за... Ой, простите, отнюдь не с узелком. Помимо положенных федеральных льгот, машины, охраны, прислуги и бла-бла-бла, а также нехилой пенсии за самоотверженный труд на благо государства, Тулееву до кучи обломился еще и бонус от налогоплательщиков Кемеровской области. О чем речь? Ну, денежная прибавка, само собой. А еще личный помощник, собственный кабинет в обл. администрации, чтобы дяденька мог заниматься общественной деятельностью. И самое главное, государственная резиденция, в которой мужчина проживал, пока служил людям, теперь будет принадлежать семье Тулеевых пожизненно. Представляете, прелесть какая! Это не садовый домик на шестисотках, это участок в несколько гектарах, в 30 километрах от города, с лесным массивом, с видом на реку, с огромным количеством всяких разных построек, говорят, даже прудик имеется. Короче, там одна коммуналка на годовую зарплату среднестатистического кемеровчанина потянет. Кемеровчане, впрочем, ее и будут оплачивать, и все остальные расходы бывшего главы региона тоже. Ну, ведь заработал человек, что тут скажешь. А знаете, как такое стало возможным? Да просто еще в 2011 году Аман Гумирович придумал и учредил сам для себя статус народного губернатора, которому все это дело стало положено по закону. Красавчик! Ладно, начинаем. А вот сейчас я вам хочу рассказать историю другого пенсионера-госслужащего. Если честно, речь о моей маме зачем? Да чтобы вы просто могли сравнить. Итак, мама у меня ветеран труда. Общий трудовой стаж чуть меньше 50 лет, тоже всю жизнь работала на государство. Сперва в одном НИИ, которое создавало и конструировало сложную технику для горнодобывающей отрасли. Затем на другом похожем предприятии, там они уже машины для алмаза и золотодобывающей промышленности изобретали и проектировали. Последние 20 лет в налоговой инспекции налоги для страны собирала. Даже знаю, кто-то сейчас скажет, ах, в налоговой. Спешу вас расстроить, ребята, у вас неправильное представление об этом ведомстве. Так вот, а работала мама моя в отделе, который собирал самый противный и самый несобираемый налог на имущество физических лиц, то есть это владельцы частных домов, развалю главным образом, гаражей, голубятин и так далее. Можете представить, да что это за клиенты. Правильно. А социальная публика в основном, сумма налога 100-200 рублей в год, ну и его эти люди платить не хотят, поэтому приходилось ходить к нему, говаривать. Это у нее в отделе называлось работой на участке. Примерно 80% рабочего времени они на этих участках проводили вот на таких и вот с такими. Еще одно отличие от того, что вы могли видеть в кино, например, никто им там не предоставлял никаких автомобилей или охраны. Вот тебе проездной на троллейбус, остановка за углом, если боитесь, что в этом частном секторе вам голову могут пробить, собирайтесь в кучки и ходите кучками. Зарплата была настолько достойной, что в отдел тот ни мужики, ни молодежь работать идти не хотели, поэтому трудились там в основном тетки предпенсионного возраста, появилось нет желания на ее место устроиться работать. Но и это еще не все. Периодически этих теток отправляли на курсы повышения квалификации, ну прогресс-то не стоял на месте, компьютеризация, новые программы какие-то появлялись и так далее. А теперь, внимание, вопрос, угадайте, за чей счет данное переобучение осуществлялось. Именно за счет их же денег из зарплаты высчитывали и отказаться было нельзя. Единственное, в чем руководство инспекции и правда пошло однажды навстречу этим людям, раздали как-то тетенькам карточки для посещения магазина Metro Cash & Carry, ну чтобы продукты подешевле хотя бы могли покупать. И теперь, господа, десерт. Когда мама вышла на пенсию, карточку ту, ее аннулировали. Прям там в магазине аннулировали, при мне дело было. Вы ведь, мол, больше не работаете в налоговой, поэтому до свидания. Я попытался вмешаться, сказал, ну как не работает, она же не уволилась, она заслуженный отдых вышла. Сами догадаетесь, что мне ответили. Вот как-то так, ребята. Вот вам две истории, два человека. Оба отработали на благо государства всю жизнь, но один по выходу на пенсию получил соцпакет он инклюзив, прислугу, домик в несколько сотен квадратов, участочек в полдеревнии, кусочек лесного массива с пожизненным содержанием всего этого за счет налогоплательщиков, а у второго даже карточку в метро отобрали. Это реальная жизнь и реальная журналистика. Привет, дурдом, поехали. Впрочем, дело-то, ребята, не в Тулееве, а в том, что мы с вами позволяем этим господам садиться к нам на шею и иметь нас так, каким больше нравится. Сколько таких Тулеевых еще по стране отыщится, которые пользы родине принесли на три копейки, если вообще принесли, зато результаты своей деятельности оценили, как дюжи масштабные, получив в конце прям геройский протпоек и императорское выходное пособие. Ну, раз уж начали о Тулееве, 20 с лишним лет тот Тулеев рулил Кузбассом, экономически развитый регион ему достался, это не какая-нибудь депрессивная Курганская область, а вот вам данные по уровню жизни кемеровчан, по состоянию на 2017 год, 75-е место. Ребят, 10-е из конца. Айда потрудился Аман Хитроумович, может еще ему пару замков за такие-то подвиги отписать, ага, и поколений 20 потомков госфинансированием обеспечить. А вот сейчас покажу вам некую видеонарезку, дайджест, если хотите, примеры результатов деятельности всех этих героев, губернаторов, мэров, прочих чинуш, которых сегодня в стране уже 2 миллиона человек развелось. А вы посмотрите и подумайте, по одному дворцу им выделить перед отправкой на пенсию, или может еще каких бонусов накидать, внимание. В регионе растет задолженность по зарплате. Только за месяц оно увеличилось на 20%. Такие данные прибудет Ярославль Стат. Эксперты компании «Рамир» прогнозируют и дальнейший рост безработицы в России. И отмечают, что сейчас компаний, которые собираются сокращать рабочих, гораздо больше, чем в кризисном 2008 году. Добавлю, что по данным Минтруда, в стране насчитывается около 4 миллионов официально безработных. Это более 5% от экономически активного населения. В общей сложности в российской столице будет закрыто почти 30 медучреждений, среди которых 15 больниц. Сотрудников планируют сократить, оборудование передадут другим поликлиникам. Долги по зарплате на предприятиях Иркутской области выросли в 2,5 раза. Об этом сообщает агентство «Байкал-Инфо». Космические проблемы в Новоуральске. Несколько сотен человек попали под сокращение. Это сотрудники завода, который долгие годы обслуживал лунную программу, космические и военные корабли. Теперь приплыли. Предприятие, обладающее уникальными технологиями, осталось без заказов, а специалисты – настоящие звезды, без работы. Ну и чтобы не на грустной ноте, господа, два примера всего приведу. Первый навеян событиями в Волоколамске, где люди уже две недели протестуют против мусорной свалки. Из-за которой заболела целая куча народу. Из-за которой масса проблем в городе и в районе. Хотя речь сейчас не об этом. Итак, в период с 2012 по 2015 год, коллеги мои, нарыли, правительство Москвы заключило 9 15-летних контрактов на вывоз из столицы твердых бытовых отходов мусора. Короче говоря, общая сумма сделки, внимание, 142 миллиарда рублей. А вот и некоторые счастливые обладатели тех миллиардов. И вторая новость. Премьер Димон распорядился выделить из федерального бюджета 7 миллиардов на развитие сельского хозяйства страны. Что-то еще добавлять нужно. Правильно, лишь бы не было Майдана, а светлое будущее уже и правда. Не за горами. Я вам верю, верю, верю. Верю, что вы на пути к новой жизни. Ну, в общем, господа, сегодня мы снова немножечко поговорили о наших успехах, обставании с колен, о том, в какой прекрасной стране мы живем, снова поймали себя на мысли, как же должен завидовать нам этот загнивающий запад, где все очень и очень плохо, разумеется. На моей страничке в ютубе вы найдете еще больше серий этого нескончаемого сериала. Заходите, наслаждайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже есть над чем задуматься. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем и обсудим. А я за сим. Спешу откланяться. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok